Здравствуйте! В эфире «Время жить», программа о самом главном, о нашем здоровье. Сегодня вы увидите Панкреатит. Что это такое и как его лечить? Комары и мошки. Как от них избавиться? Лечебная физкультура. Какие упражнения помогают при болях в спине? Считается, что панкреатит невероятно опасен своими грозными осложнениями. И самое страшное из них – некроз поджелудочной железы, а еще сахарный диабет. Что нужно знать, чтобы не допустить развития заболевания и что делать в том случае, если вы столкнулись с такой бедой? Чаще всего поджелудочная железа воспаляется при переедании и употреблении жирных жареных продуктов. Но бывает и другая крайность. Панкреатит может возникнуть у женщин, держащих строгую диету. При этом организм недополучает белки и жиры, и поджелудочная железа не может в таких условиях нормально функционировать. А если переедание или недоедание проходит еще с принятием алкогольных напитков, что сравнительно не редкость в наше время, то панкреатит человеку обеспечен практически наверняка. Ожирение – это переедание, которое много. В основном это вещества углеводы, белки, жары. В поджелудочные ферменты, которые их расщепляют. Естественно, чем больше попадается, чем обильнее. Рано или поздно происходит истощение ферментов. Ферменты, правильно. Поэтому потом мы вынуждены замечать. То есть, естественно, если, собственно, как говорится, ферментов не хватает, поджелудочная, опять же, начинает в более усиленном режиме. В период, допустим, уже происходит и самопереваривание поджелудочных, когда выброс большой ферментов. При хроническом панкреатите смысл лечения заключается в том, чтобы остановить дальнейшее разрушение железы. Важно помнить, самое главное, что вы можете сделать для своей поджелудочной, это своевременно обратиться к доктору и начать соблюдать диету, которую он назначит. Это все лечится. Но основной фактор, это, конечно, первая основа основ, да, это отказ от вредных привычек. Да, в частности, кстати, табак курения, который приводит к повышению секреации, да, кроме. Вот, это отказ от вредных привычек, нормализация питания, опять же, я повторяю, не столько это нельзя, то нельзя, а именно нормальный регулярный прием пищи. То есть завтрак, обед основной, на ночь, как говорится, минимальное количество и двигательная активность. Лечение панкреатита строго индивидуально и составляется для каждого больного отдельно. Это лечение нельзя проводить без комплексного подхода. Обычно пациенту назначают антиферментную терапию, которая останавливает разрушительные процессы в поджелудочной железе. Во время приступов панкреатита больному нужен отдых и постельный режим. В первые дни желательно голодание. Ну, 3-5 дней где-то. Стихает обострение, постепенно начинает, да, с продуктов, которые, так допустим, ну, исключается, что не любит поджелудочную железу. Ну, это в основном жирную и мучную пищу. То есть это все, ну, и чаще всего это заболезния праздников, да. Поэтому хлеб желательно, конечно, здесь вот вчерашний, все белые, да. Каши, в общем-то, любые, кроме пшел. Исключить нужно жирную и мучную пищу. От пирожных, тортов и сдобы нужно отказаться. Сыроедение стоит исключить. Вместо свежего яблока лучше съесть печеное. Из соков выбирайте такие, как персиковый или абрикосовый. От виноградного и яблочного врачи рекомендуют отказываться, так как они вызывают повышенное газообразование. Для здоровья поджелудочной убрать из рациона следует консервированную пищу и различные маринады. То есть, по сути, полезно все отварное. Исключение продуктов во время, опять повторяю, обострения, которые вызывают повышенную стимуляцию секреции, гиперсекреции, да. Те же самые продукты, которые вызывают повышенное газообразование, черных лев в частности. Конечно, без него тоже нельзя там. Витамин В1, это чревато потом проблем с кишечем. То есть, я опять повторяю, нельзя все исключать. Во время обострения, пожалуйста, стихания, ремиссия, надо переходить на нормальное питание. Врачи напоминают, что люди, которые страдают хроническим панкреатетом, должны непременно хотя бы раз в год делать УЗИ поджелудочной железы, для того, чтобы вовремя выявить начавшиеся изменения этого органа и предотвратить их. Лето радует нас теплым солнцем, долгожданным отпуском и массой позитивных эмоций. Единственным негативным моментом в летней феерии является борьба с мошками и комарами, которые с приходом тепла так и норовят своей назойливостью испортить людям жизнь. Как с ними бороться, расскажем дальше. Не так-то просто избавиться от комара – маленького, но настырного врага. Комары и мушки досаждают нам не только на дачи или в загородной поездке. Они жужжат и в городской квартире. Виной тому либо сырой подвал, либо влажные места в скверах и парках. Кусая нас, они вводят в ранку слюну, которая обезболивает ранку с одной стороны и предотвращает свертывание крови. Но эта слюна может привести к возникновению человека аллергических реакций. Кроме этого, эти насекомые в слюне могут содержать различных возбудителей других заболеваний. У комаров нет яда, но когда они кусают, в ранке остаётся особое вещество, которое не даёт крови сворачиваться – антикоагулянт. Именно за счёт него комар может пить кровь. Но это вещество обладает помимо основного эффекта ещё и массой побочных, вызывает отёчность и красноту кожи, которые сопровождаются выраженным чувством зуда и жжения. Иногда могут формироваться ещё и точечные кривоизлияния. Поэтому если в месте укуса возникает очень сильная припухлость, а через несколько дней повышается температура и появляются сильные головные боли, вялость и сонливость, важно не откладывать визит к врачу. Но, конечно, лучше предупреждать укусы насекомых, чем их потом лечить. Для того, чтобы защититься в домашних условиях, необходимо иметь антимаститные сети на окнах, если балконные двери и так далее, и их обрабатывать различными химическими веществами. Уничтожить комаров можно несколькими способами. Наиболее эффективными из них считаются фумигаторы и репелленты. Действуют они по-разному, хоть и преследуют одинаковую цель. Репелленты не убивают, а лишь отпугивают насекомых. Существуют как синтетические, так и натуральные вещества, которых боятся комары. У химических средств защиты есть свои определенные ограничения. Во-первых, большинство из них защищают не более 2-3 часов. Поэтому постоянно приходится наносить на открытые участки кожи эти вещества. Не все люди нормально воспринимают эти химические средства защиты. У многих возникает аллергическая реакция или раздражение кожи. Поэтому данные вещества не рекомендуется использовать в закрытых помещениях. В помещениях только на открытом воздухе. Фумигаторы – приборы, посредством которых распространяется безвредный для человека, но при этом губительный для насекомых синтетический яд – перетроид. Возможно их применение и в закрытых помещениях. Но лучше делать так. Сначала пусть фумигатор поработает, а потом входить в это помещение и находиться там уже достаточно длительное время, закрыв все окна. Также существуют фумигаторы, которые основаны на тлении каких-то компонентов. Вот продаются такие спирали специальные. То же самое, поскольку при тлении выделяются еще кроме отпугивающих веществ и вредных для человека вещества, такие, например, как угарный газ и так далее, которые могут повредить здоровью. Лучше сначала обработать, так сказать, сам это, а потом, так сказать, проветрить. Ну, таким образом, чтобы не попали новые, так сказать, насекомые в это помещение. Тогда будет определенный эффект. Что касается прогнозов, то в этом году не стоит ожидать полчищ комаров. Весной разлива практически не было, поэтому второго вылета насекомых может и не быть. А вот с мошками дела обстоят так. Часто сталкиваются, особенно огородники, с наличием большого количества мошек, которые вызывают укусы достаточно болезненные и долго непроходящие. Вот. Это связано с тем, что каждый день огородники осуществляют полив, так сказать, культурных растений. В результате этого формируется среда, которая позволяет мошкам выводиться там и, так сказать, нападать на огородников, принося им, в общем-то, определенные удобства. Кстати, еще один способ борьбы против насекомых, известный еще нашим бабушкам и дедушкам, это использование ванили и корицы. Ингредиенты добавляют в детский крем и пользуются им. Однако эти данные пока не подтвердили научные исследования. А сейчас мы покажем комплекс упражнений при болях в спине. Эта лечебная физкультура подходит при распространенных остеохондрозах, шейно-грудном и пояснично-крестцовом. Поднимаем руки вверх, потянулись, вдох и опустили, расслабились, выдох. Еще раз поднимаем вдох носом обязательно и выдох. Повернули руки ладонями вниз, давим ладонями на пол, давим-давим-давим-давим-давим и расслабились. Еще раз надавили, 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 расслабились. Обхватили одно колено руками, прижимаем к себе, тянем колено к груди и ногу опустили. Голова лежит на полу. Другое колено, потянули, прижимаем к груди, прижимаем, прижимаем и опустили. Еще потянули колено к себе и выпрямили, положили. Поставили руки на локти, выпрямляем, тянемся к потолку. Потянулись, потянулись, потянулись и поставили на локти. Еще раз выпрямляем, тянемся и на локти. Повернулись на живот. Выпрямили руки вперед, голова лежит на полу. Тянемся руками вперед по полу, тянемся, тянемся, как будто что-то хотим достать. Растянулись и расслабились. Руки под подбородок положили. Ногами по-пластунски. Колено в сторону, к локтю тянем повыше. И выпрямляем ногу. И то же самое другой ногой. Колено в сторону, по полу, к локтю. И выпрямили. Руки выпрямили вперед. Голова лежит. Голову не поднимаем от пола. Подняли прямые руки. Подняли прямые руки. Держим на весу. Держим, 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 держим. И расслабились. Еще раз. Поднимаем руки от пола. Держим на весу. И расслабились. И расслабились. И еще раз. И расслабились. Взяли стопы на себя. Поставили ноги на пальцы. Стопы на себя. Напрягаем ноги. Колени от пола оторвали. Держим. Напрягли ноги и ягодицы. И расслабили. Колени опустили. Встали на четвереньки. Руки прямые. Кошечку делаем. Отталкиваемся от пола. Выгнули спину вверх. Выгнули, выгнули. Тянемся лопатками вверх. Круглая спина. Голову опустили подбородок груди. И прогнулись. Руки поставили подальше от колен вперед. Стоят на месте у нас. Не двигаются за нами. Не скользят. Тянемся назад на пятки. Тянемся, тянемся. Как будто на пятки садимся. Голову опустили к коленям. И встали. Расслабились. Встаем. Повернулись лицом к зеркалу. Опустили плечи. Поднимаем плечи. Втянули голову в плечи. Раз. И опустили. Два. Еще три. Четыре. Плечи держим на месте. И в обратную сторону. Расслабляем руки, плечи. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Поднимаем руки. Тянемся, тянемся. Напрягли руки. Расслабляем кисти, локти и всю руку. Покачали. Покачали. Отдыхаем. Все. Известный британский философ Джон Лок как-то сказал, гимнастика удлиняет молодость человека. Это действительно так. Врачи неустанно напоминают нам об этом. Регулярно занимайтесь физкультурой, оставайтесь молоды телом и душой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова